Хэлли Монт Санта Лимонт. Сегодня мы посмотрим на Хэлл Сайт, Хэлл Чейн, Хэлл и БХ-системы, но так как мы знаем, что есть QX, новое поколение, посмотрим на Хэллс Хаммера 370 Хэкса. Хэлл Хаммер, вот он, наконец-то он у меня, вот такой он прикольный, красивый, красно-оранжевый он теперь, UX-система. Давайте разберем, что такое UX-система. Какая разница между UX и BX? В том, что металл расположен по краю B, а не в середину. Это сделано так, чтобы B был более балансирующим. Теперь три металлических держателя, заменены на пластик. Также теперь, если раньше слой крутился, а чип нет, составил на месте, а то как учился слой, то теперь чип со слоем крутится. Вот как раньше выглядел BX, и вот как внутри теперь UX выглядит. Хэлл Хаммер это балансирующий B, его атака это наклон, то есть смеш-атака, смеш-брейкер или как там, не знаю, не помню. Это типа его прием, понимая. То, что Бэй из-за своего формы, он наклоняет, то есть он бьет по низу. Шар Эйдж пил так, чтобы Бэй взлетал, то есть его подкидывал, то Хэммер наоборот делает. Он делает так, чтобы Бэй наоборот падал вниз. Из-за этого типа он быстрее останавливался. Если честно, это странно то, что у Хэлла, Хэллсайда было раньше 4 лезвия, потом стало их как бы 5, но их 10. Ну типа непонятно 5 или 10, сейчас типа есть 2 вида лезвий, короче. Ну припустим, что 5. И теперь их 3, то есть это было немножко удивительно. Дух, немножко серединка видно, что изменилось, потому что в предыдущем был, получается, он сбоку. Тут тоже он был сбоку, только с другой стороны получается. А тут просто чисто ровно смотрит на нас. Это и горит. Мне интересно, как будет пластик этот, ломаться будет он или нет, потому что он не прикрыт ничем. И это немножко странно. Новая Рэшет 3.70, но правда ли тут 3.70? У меня есть Wizard Arrow от Takara Tomy, и мы сейчас посмотрим, правда ли, что у него 5.70. Вот получается Рэшет, и как мы проверили? Я хочу просто... Да, я сейчас ровно поставил линейку, и да, видишь, что он у него дергается. Тут он именно, скорее всего, тут 3.60, а не 70. Немножко нас наебали, но ладно, что подделать. Такой вот 3.70, ну и 3.60, скорее всего. Вот, но по цвету он красивый. Ну и 3, как бы, трешечка, это один из лучших, наверное, Рэшетов в системе. Новый бит Hexa. Это очень странный балансирующий драйвер. Да-да-да, это баланс, ё-моё. Типа, бит очень вообще похож на бит от первого Хара Суд. Потому что, типа, из-за чего тут такого драйвера. Он, конечно же, этот бит больше к выносливости относится, чем к атакующим. Если вот Тейпер был больше в атаку, ну, то есть, он атаковал, но не... То есть, выносливости у него было чуть меньше. То тут, наоборот, этот бит больше в выносливости, но чуть меньше атаковал. И он уникальный, потому что у него не, как у всех 12 зубчиков, а 16. Таких же зубцов было много у Акселя, нового Бэя, у Дран Бустера. Вот и он, Хеллс Хаммер. Давайте его соберём. Та-да! Хеллс Хаммер. 3,70 Хекса. О-о-о-о, вау. Он выглядит очень мощно, красиво. Хотя, я знаю, что, по-моему, Хелл Хаммер это один из лёгких боев ЮКИКС пока что. Хотя нет, Шиноби. Шиноби Шадоу в основном легче, чем Хеллс Хаммер. Хотя он ЮКС-системный. Необычно, просто очень странный Бэй. Ну и вот все Хеллы, получается. Хелл Сайд, Хелл Чейн и Хеллс Хаммер. Ну а вот теперь у меня все есть первая тройка ЮИКС-системы. Один в Визард Рот от Акаратоми и Бастер и Хаммер от Эсба Флэйми. Не знаю, я до сих пор не понял, что это какая-то компания всё-таки. Погнали тестировать Хеллс Хаммера против всех Иксов. И, конечно же, против его собратьев ЮИКСов, Дран Бастера и Визард Рота. Ну что, пора тестить Хеллс Хаммера. Давайте забыть его как-нибудь сниточного лампу. Ну, защита числа. Ну, я не знаю. Папер, первый. Ну, это ладно. Первый, два, два. Папер, два. Первый, три. Первый. Чествую. Папер, два. Папер, два. Субтитры сделал DimaTorzok 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 не удивлен. Вот это я удивился, это Дранзеру. Сфинкса и Вайпера. А так он всех он выиграл. Ладно, мне понравился волчок. BUX это классный BUX-02. И я уже сделал для себя топ. Это топ, конечно, наверное, Wizard. Второй это Hammer. А Бастер на последний, потому что, блин, он, он это Бастер. Был обзор на Hell's Hammer сегодня. Напишите в комментариях, как он вам. Стоит ли его покупать? Стоит. Не забудь подписаться на мой телеграм. Всем удачи и всем пока. С вами был Антон Лимон.